К нам присоединяется Александр Штупун, начальник Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления, полковник. Здравствуйте. Доброго дня. Вот если рассматривать то, с какой интенсивностью и с какими потерями враг штурмует, особенно Авдеевку, Донецкой области. Вот как, по-вашему, сколько еще времени сможет враг при такой интенсивности наступать? Это месяц или неделя? Как вы оцениваете ситуацию? Я не могу оценивать ситуацию с этой стороны, как вы говорите. Но если говорить про количество потерь, такой короткий период, на относительно небольшом участке фронта, то Авдеевка – это уже самое большое поражение Российской Федерации. Если считать, с 10 октября общие потери в Донецкой области в зоне ответственности объединения Таврия больше 6,5 тысяч человек. Полностью уничтожено 100 танков, 200 единиц бронетехники. И только за сегодня, за световой день, уничтожено 5 танков врага, и среди них есть и Т-90В. Вы можете сами судить, сколько враг может в таком темпе терять людей и техники. А вот если говорить о причинах, Россия хочет взять Авдеевку, чтобы попробовать усадить Украину за стол переговоров на своих условиях, а также, чтобы преподнести хоть какую-то победу своему населению. Об этом заявил в эфире телеканала Freedom спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Брачук. И по его словам, украинские военные готовы к любому сценарию и продолжают давать достойный отпор армии Российской Федерации на Авдеевском направлении, уничтожая огромное количество солдат противника. Давайте услышим и потом продолжим разговор. Под некоторым данным, уже более 5 тысяч военнослужащих Российской армии погибли в этой мясорубке. Более 5 тысяч. Это наступление, которому меньше месяца. И уже такие потери. Они и дальше будут использовать свои резервы максимально. Для нас это плюс, потому что мы можем действительно перемолоть те резервы, которые готовились в том числе для других участков фронта. Вот как вы считаете, соглашатели с этим мнением, есть еще многие эксперты оценивают такую ситуацию, что также Российская Федерация хочет расширить блацдарм для дальнейшей оккупации Донбасса. Как вы считаете? Во-первых, на данный момент Авдеевка – это самое большое, чего может добиться враг на этом этапе. В начале широкомасштабного вторжения он пытался взять за три дня Киев, получил по зубам. А сейчас у него есть силы только для небольшой Авдеевки, чтобы показать, ну и еще остатки Марьинки. Это все, на что способна так называемая вторая армия мира. Александр, а если говорить о потенциале противника, откуда берутся больше всего сил? Это перебрасывание с других направлений или же наоборот через Донецк пополняются, возможно, даже свежими силами мобилизованных? И как вы считаете, откуда там берутся? И как надолго их хватит? Еще понимая, что такие потери несет враг, как быстро он может восстанавливаться, скажем так, пополнять свои резервы? Ну, на жаль, у врага, к сожалению, у врага, большой мобилизационный ресурс, больше народу. Больше народу, но уже и российский народ что-то начинает понимать и прячется от мобилизации. И на местах, там, где идут бои, командиры обманывают, пугают, применяют физическую силу для того, чтобы гнать свою пехоту вперед. То есть на Авдеевском направлении враг располагает около 40 тысячами людей, это пехота разного рода, обычные солдаты, видят большие потери и начинают отказываться идти на войну, на смерть, саботируют, ломают технику. Поэтому российское командование обманывает, пытается бросить мобилизованных в бой, которые, как можно сказать, с колеса идут в бой, не знают ситуации, которая их там ждет. И некоторые начинают понимать, начинают мудреть и понимают, что их ждет. И около 10 оккупантов сегодня только сдались в плен. И я думаю, что эта цифра будет со временем расти, потому что люди так же хотят жить. И мы призываем их сдаваться и будем обращаться с ними в соответствии с международным правом. А если говорить об общей ситуации на Таврическом направлении, учитывая также ту информацию, которую сообщила Наталья Гуменюка, руководитель Объединенного пресс-центра оперативного командования ЮГ. Она говорит, что основное напряжение враг продолжает создавать с воздуха. Это снова использование тактической авиации. Да, и давайте тут тоже вспомним, что в ночь на 28 октября в Херсонской области зафиксирован сброс авиации сил Российской Федерации 16 управляемых авиабомб. И также многие эксперты говорят о том, что не хватает артиллерии и снарядов у оккупантов, поэтому они сейчас делают большую ставку на тактическую авиацию. Так ли это? Как вы оцениваете ситуацию? Ну, если, к примеру, трое суток тому назад враг бросал все на Авдеевку, 25-15, в ночь суд 35-х летело на Авдеевку и окрестности, сейчас затишье фиксируем относительное. Если позавчера было зафиксировано два авиаудара, вчера было четыре, на нашем направлении, что касается авиации и затишье, можно сказать. Снаряды, которые, ну, также по информации Института изучения войны, если не ошибаюсь, также говорили о том, что уже, ну, около полугода потихонечку КНДР поставляет Российской Федерации снаряды, качество сомнительное. На сегодняшний день, что известно об этой информации, какие эти артсенаряды и вообще эта помощь от КНДР, какого качества, есть ли такая информация? Это вопросы больше к разведке нашей, потому что это не моя компетенция оценивать международные отношения. Спасибо вам большое за то, что нашли время. Александр присоединится к нашему эфиру. Напомню нашим зрителям. Александр Штупон, начальник Объединенного пресс-центра силы обороны Таврического направления, полковник, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.